Доброе утро! Доброе утро! Мы формируем системное мышление. То есть мы готовим конструкторов, технологов, эксплуатационщиков, специалистов по разработке, по расчету элементов. Сам университет – преемник традиций технического образования, сложившихся еще в царской России. В 1875 году в этих стенах было основано реверственное училище цесаревича Николая. Почетным попечителем являлся сам императ Александр III. В годы блокады мастерских университета делали оружие и боеприпасы. В 1984-м ВУЗ получил имя Дмитрия Федоровича Устинова, выпускника Героево-Советского Союза, который возглавлял оборонную промышленность до, во время и после Великой Отечественной войны. Он здесь бывал несколько раз. И в 1946 году под его начало, на требованиях была организована кафедра ракетостроения. Это кафедра номер один, которая сейчас действует. И эта кафедра готовит там не только ракетчиков, но и космонавтов. Гречка, Борисенко, Крикалев, Иванова – эти фамилии почитаются особо. Здесь есть не только фотографии выпускников напрямую, связанных с космосом, но и их личные вещи и даже изобретения. В качестве экспоната звездный фотометр, сделанный по заказу Георгия Гречка для изучения верхних слоев атмосферы. А вот студент Калина Чумак свою жизнь решила связать не с космосом, а с Землей, как он же с красным дипломом в факультете ракетно-космической техники поступила на оружие и системы вооружения. То есть мне стало, я вот с каждым курсом, с каждым семейством, когда начинались более серьезные занятия, мне стало вот, я просто, вот это как, не знаю, я вот сочеталась, затребывалась вот в том, что я с этим знанием. То есть я до сих пор уже занимаюсь немножко другим направлением на данный момент, но это, ну, не перестаю интересоваться тем, что я раньше занималась. То есть и новые направления для меня более интересные, еще более стало интересным, потому что старые знания мне дают хорошую пору. Полномасштабный макет космического аппарата ГЛОНАСС КАПАЛАР. Выпускник АПЛОМЕХа Николая Тестоядова, директор предприятия информационной спутниковой системы Академика Решетного. И это еще не единственный наглядный экспонат на кафедре космических аппаратов и двигателей. Изогребная труба, которая является несущей конструкцией аппаратов подобного типа. Этот аппарат на базе, значит, негерметичной платформы. Вот эта конструкция, казалось бы, ажурная конструкция, она выдерживает высокие нагрузки. В этой лаборатории композиционных материалов занимаются научными исследованиями. Сейчас на этом проектирование крупногабаритная космическая антенна диаметром 50 метров. И мы сейчас, в общем-то, находимся, но я не пользуюсь слова, на переднем крае науки, потому что мы занимаемся конструкциями, которые называются по-английски smart structures. Умные конструкции, управляемые конструкции. И вот такие конструкции находятся в очень широком применении, но, по крайней мере, есть тенденция в космических аппаратах. Ну и не только в летательных аппаратах, вообще говоря, в морской технике и так далее. В канун Дня защитника Отечества во имя посетила авиационная группа высшего галлотажа «Русские витязи». Летчики вспоминают, что их первое знакомство с будущими воздушными судами случилось именно в университете. Первый шаг в авиации у нас был, это вот и не потрогать, чтобы натурно. Наверняка здесь тот же самый процесс у студентов, которые в будущем становятся специалистами, которые развивают нашу отечественную науку. Двигатели для самолетов на заводе имени Климова, изъявленные ракетные системы и комплексы на концерне «Алфа-Сантей», артиллерийские установки на заводе «Арсенал». Вся эта и много другая оборонная продукция создается выпускниками военнеха, вузы, которые воспитывают защитников Родины одинаково сильных духом и умом. Дюйли Михаил Александрович.